приветствую вас дорогие друзья на моем канале я заказала разные вакуумные пакеты на крючках чтобы можно было верхнюю одежду не сезонную не убирать в контейнеры складывать а прямо ставить на штанге в коридорном таком большом шкафу но при этом чтобы она была вакуумном пакете была ужата так что покажу вам какие новые вакуумные пакеты у меня появились и сравним их с теми которые я вам показывала в прошлом видео про прихожую там у меня было два пакета из фикс прайса эти подороже из вальбарис но они большего размера то есть туда должны будут идти пуховики пальто и надеюсь что они будут более качественные так что мы вместе с вами запакуем туда одежду и посмотрим что же у нас получится и еще одна покупка для меня долгожданная рюкзак школьный для мальчиков на колесах в этот раз получилось найти на вальбарис побольше размером потому что до этого сколько мы искали это до 1 даже заказали они были но относительно маленькие то есть у вас и туда все не помещалось поэтому мы купили новые он такой черный лаконичный сейчас вам все покажу и вместе с вами протестируем вместительность этого рюкзака чемодана на колесах и протестируем новые вакуумные пакеты с корючками смотрите первая покупка которую вам покажу это тот самый чемодан он смотрите по отношению ко мне видите он довольно таки большой и по размеру сюда хорошо должны будут входить папки вот поближе вам покажу вот видите такие колесики у него здесь вот такая подставка что в принципе надежно крепко стоит здесь у него над колесами такой клапан открывается а здесь чехол для колес здесь вот так вот прицепляется липучка колеса захватываются вот таким чехольчиком правда знаете как-то плохо резинка держится но в принципе держится вот то есть можно вот так закрыть и за спиной нести колеса не будут тебя пачкать ну и ссылочку я вам оставлю в описании если вас заинтересует вот такая вот ручка кстати знаете она удобная такая интересная она хорошо гнется думаю не будет ломаться она сейчас видно она такая рифленая с одной и с другой стороны очень эластичная гибкая но при этом прочная вообще вот ощущение от этого рюкзака что он такой надежный хорошо сшит там качественно вот здесь кармашек боковой сеточка здесь для каких-то таких мелочей вот эти лямки да они так сейчас болтаются но здесь есть отделение куда можно их спрятать я попробую это сделать здесь надо просто отцепить саму лямку сверху и вот здесь сверху такой как кармашек видите куда эти лямки опускаются а вот эти нижние части идут туда к ним же наверх сейчас туда все запихну и можно знаете вот этой вот закрывашкой для колес это все прикрыть как кармашком кверху и здесь липучка вот липучка и здесь вот так застегивается и все у нас получается что наш рюкзак превратился в чемодан на колесиках все уже не будут болтаться лямки все мы убрали какие здесь отделения сейчас я вместе с вами посмотрю мне прям нравится и знаете он такой лаконичный ничего лишнего вот здесь внизу самое первое переднее отделение видно но нет все переживаю что он плохо видно вот я его открыла но небольшой мне кажется сюда пенал хорошо поместится вот его можно прям отдельно положить но какие-то такие мелочи все время нужные следующее отделение идет вот такое оно поуже и здесь вот для ключей брелочек какие-то отсеки там вот он даже смотрите как отмечено видно для телефона кармашек для ручки а это для чего какой-то эруфит может быть перекус или какая-то сная книжка в общем здесь какие-то есть такие кармашки небольшие куда что-то важно потому что дневник сюда положить на то что должно быть прям под рукой а здесь еще есть какой-то небольшой отсек тоже для каких-то таких вещей вот то есть это я мне кажется доставить для каких-то таких мелочей которые нужны все время так здесь еще сверху есть какой-то отсек а вот я его открываю смотрите а здесь ручка чемоданная вот мы ее вынимаем она может быть больше меньше сейчас протестируем как она по высоте я отошла подальше чтобы вам было хорошо видно посмотрите вот чемодан этот так знаете ручка крепкая мне нравится конечно специальную как-то ломать гнуть не стоит но вообще хорошо сейчас я встану и вы увидите как она по росту взрослому человеку у меня рост метр шестьдесят девять ну смотрите вообще хорошо то есть для взрослого человека катить прям вообще комфортно посмотрим как если ребенок поменьше вот по идее ручка складывается да действительно ее можно сложить пополам хотя катить так можно но вот в таком положении она не фиксируется вертикально но катить достаточно удобно даже так то есть если ребенок более маленького роста вообще по идее рассчитан на таком на полное раскрытие тогда нам достаточно крепко и надежно так за собой катишь вот так вот выглядит ручка по-моему хорошая и достаточно надежная должна хорошо прослужить а теперь мы вместе с вами проверим основное отделение этого рюкзака так вот она здесь открывается и открывается кстати достаточно широко практически как у чемодана то есть прям вот хорошо откидывается вот здесь на молнии спрятан механизм вот этой ручки чемоданной здесь смотрите отделение для компьютера есть тут даже нарисован видно вам компьютер здесь нарисован телефон то есть в общем прям или планшет наверно планшет в общем здесь отделение для техники но если ребенок не носит с собой технику в школу то ну соответственно можно другие вещи туда класть но посмотрим знаете кстати классный такой чемоданчик для студента или даже вот для работающего человека которому собой достаточно какие-то объемные вещи нужно носить сейчас я протестирую вместе с вами поместятся ли сюда наши папки а4 в которые мы располагаем с ребятами их предметы просто не поняли что это так гораздо удобнее делать и посмотрим сколько папок поместится в этот чемодан смотрите вот такие папки а4 мы с ребятами используем для хранения всего для каждого предмета эти папки уже старые отклеились наклейки мы какие-то заменим ну когда все куплю я вам покажу в отдельном видео и наклейки здесь наклеим ну знаете просто как наклейка но здесь не держится такая поверхность что отклеивается быстро я видимо на суперклей посажу название предметов и вот в каждой папке мы располагаем тетради учебники все что нужно для этого предмета вот это по-английскому папка практически пустая кроме таких переходящих из года в год тетрадок но вообще вот сама папка имеет объем и сейчас мы протестируем такие папки сколько их поместится в этот чемодан кладем одну во первых смотрите сама папка входит прям хорошо здесь сверху даже есть такой вот запасец то есть по объему прям очень хороший получается портфель значит вторую кладем входит сейчас легко третью кладем четвертую пятую они конечно полупустые но все равно шестую седьмую ну обычно у вас и по 7 уроков 7 8 ну даже 8 и теперь закрываем да конечно когда они будут наполнены будет больше толщина но все-таки не запредельно и вот здесь знаете прям много осталось места то есть мне кажется если вот я сейчас еще доложу 9 папку 10 давайте для чистоты эксперимента прям все положу 11 12 13 вот это все папки которые вообще остались у васи после учебного года мы разобрали его стол но это вот все что понадобится следующем году ну вот смотрите 12 папок да или 13 сбился я уже со счета я вам говорила вы в курсе и они ну вот как бы никогда столько он не носит вот я застегиваю чемодан смотрите все легко застегнулся знаете молния крепкая она мне прям нравится здесь вот видно наверное вот такие замочки и вот можно в одну другую сторону их застегивать и они прям крепкие надежные быстро не отлетят прям вот крепление знаете такое что не разъединиться не оторвется прям очень качественно и вот такой пузатенький он стал был у нас с вами такой тоненький а теперь такой пузатенький вот только такой пузатый чемодан получился прям большой смотрите хорошо вместительный и вот такие тяжелые он достаточно тяжелый и сейчас я вам покажу как он будет катиться вот отошла я подальше смотрите прям хорошо вместительность знаете я думала там гораздо меньше всего поместится а сейчас прям радуюсь вот видите я катаю потому что на колесиках совсем другое дело ну вот показал я ему чемодан знаете очень довольна если честно даже сама не ожидала что он настолько толстенький получится потому что когда он был пустой вот такой тоненький я честно сомневалась подойдет ли такой вася но думаю мише точно подойдет у него пока четвертом классе немного предметов а у вани у васи он сейчас идет шестой класс там прям много предметов много папок и боялась что не влезет но знаете после этого теста я уверена точно влезет так что этот вместительный рюкзак чемодан портфель на колесах всем вам советую ссылочку оставлю в описании теперь посмотрим с вами вакуумные пакеты с крючками какие у меня получились какие мне пришли тоже все ссылочки оставлю в описании и протестируем упакуем в них верхнюю одежду достаточно габаритную вместительную такую ну пуховики длинные пальто сейчас все проверим вот такие упаковки мне пришли первое вот спаковано таким образом написано что-то по-китайски а вот здесь подпись набор вакуумных пакетов с вешалкой крючком 4 штуки ручной насос то есть о здесь даже насос прилагается возможно мне даже не надо будет доставать пылесос ну кстати мне это нравится что так пылесос он гудит и коля если там как-то спит или тихо отдыхает он не любит пылесос с ним тогда будет сложно упаковывать а тут можно сейчас распакуем посмотрим еще два пакета вот значит здесь цвет прозрачный размер шестьдесят девять шестьдесят семь на девяносто вакуумный чехол видим он здесь один а здесь размер размер ноль да здесь размер не указано но я помню что я брала там прям был большой по моему 110 высоту так вот еще один пакет по моему 1 до 1 и размер 67 на 110 вот такая здесь картиночка упакована пальто так что вот эти большие я как раз рассчитываю на пуховики маленький хочу протестировать ну как все-таки он относительно маленький для взрослых курток потому что в фикс прайсе там они длиной высотой 70 сантиметров а только для детских курток а вот 90 мне кажется мужские должны уже упаковываться так что сейчас все проверим и вон тем насосом будем откачивать воздух еще насос протестируем потому что с пылесосом я уже показывал упаковку в прошлом видео про прихожую вот первый пакет я распаковала он в длину 110 сантиметров вот так вот он выглядит здесь нарисовано пальто как раз должны упаковаться пальто пуховики я на пробу сюда положу вот этот вот пуховик мне кажется хорошо должен сюда войти следующий пакет вот такой видите здесь такая куртка нарисована вот тоже он с крючком крючок такой крепкий знаете здесь по идее даже две куртки могут входить я кстати проверю это у нас для курток и вот у нас взяла я куртку для эксперимента ну у меня еще взято там пару пальто пару курток так что сейчас будем все проверять и стирать и еще я достала из упаковки где были четыре таких пакета тоже и вот эти пакетики сейчас вам покажу вот смотрите вот такой пакет он этот пакет 90 сантиметров в длину и сюда помещается куртка здесь она даже нарисована вот видно вам не видно таким сереньким рисунком нарисован да вот такая куртка нарисована в этом наборе было два пакета для куртки здесь такой же тоже 90 сантиметров длиной небольшой и два пакета длинных больших для пальто вот крючок и вот сам пакет тут нарисована такая куртка не куртка а пальто вот таких для пальто здесь два пакета рисунки немножко раз они даже рисунки одинаковые и длина одинаковая так что будем с вами пробовать спаковывать и то и то и судя по тому посмотрите какой здесь крючок вот этот сам крючок да вот видите здесь внизу идет такая спиралька с отверстиями для плечиков один два три четыре то есть тут полагается что в один такой пакет четыре должно пальто поместиться знаете это интересно сейчас все протестируем сколько же помещается как как откачивается воздух потому что к этому набору еще идет в комплекте вот такой насос это интересно смотрите вот такое отверстие то есть как раз для вот этих отверстий вот в этих вакуумных пакетах такой насосик и еще здесь отдельно прилагаются зажимы вот такие которыми будем проглаживать вот эти молнии на пакетах чтобы они плотно плотно закрывались сейчас все увидите своими глазами ну вот я беру один пакет раскрываю и буду туда спаковывать пальто я возьму свой пуховик он большой объемный и вот видите я его вставляю и он на самом деле прям хорошо вошел его чистую длину я не помню но знаете достаточно прям вот хорошо и не могу сказать что он снизу как-то сильно подгибался так что в принципе прям вот хорошо к тому же она потом когда ужимается вакуумом она как немножко укорачивается вот и второе пальто которое туда постаралась вместить это мое зимнее пальто оно на такое пальто не пуховик но тоже достаточно объемное с утеплителем зацепила я за вот те фиксаторы как крепление под крючком для вешалок и для крючков вешалок и знаете хорошо все вошло все получилось вот и теперь осталось взять этот зажим и с помощью него плотно закрыть и вот эту молнию эту застежку на вакуумном пакете но вот знаете так как вещи объемные до зимние то они поместились только вдвоем да хоть там и 4 отверстия для плечиков но два объемных вот таких пальто буховика входят совершенно спокойно и теперь осталось откачать насосом воздух сейчас откручу крышку прикручу накручу насос и буду откачивать и и и и и и на баре и древески шоу паре фью а при еще дирак ума не а щасей но 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 хире новой кире как вы видите откачивается очень хорошо бесшумно в отличие от лесоса но хотя немного подольше и я проверяю чтобы крючки плечиков не порвали пакет чтобы они не упирались с него управляю все и накручиваю крышку все готово девочки ну что получилось смотрите здесь у меня два пальто вот с этой стороны выглядит вот так рисунок пальто крючок вот такая упаковочка здесь внутри у меня использованы 2 2 плечика родных от этих двух пальто они прицеплены к такому здесь контурируется я вам показывала такая змейка куда зацепляются петельки плечиков вешалок насос вот этот которым мы вот это все откачивали очень хороший оказался знаете вот прям вы увидите как оно все прям вжалось и вот сбоку смотрите прям плоско это два объемных пальто зимнее объемное и пуховик объемный вот так ужались крепкий крючок я вот прям чувствую что выдержит и главный на нем висит не пакет а вес до зацеплен за пластмассовый остов прикрепленный к этому крючку поэтому на сам пакет нагрузки не будет будет только на эту конструкцию пластмассовую вот когда если я вам ссылочку на эти пакет оставлю мне очень понравилось прям видно что надежно хорошо будет держаться на что надо обращать внимание во первых когда вы цепляете знаете вот отверстия петельки вешалки вы посмотрите если у вас как у меня такая тонкий крючок у плечиков чтобы он не торчал сильно вот вперед или назад сторону вот этого покрытия чехла ну что просто не дырявил потому что когда откачивается воздух прямо видно как начинает контуре контурироваться там внутри крючок и может ну вот со временем может быть даже продырявить ну не знаю достаточно плотный пакет не должен но главное чтобы вот острием под давлением не было ну так бог разворачиваете потом вот этот клапан важно хорошо закрыть не торопиться ну что я первый раз когда закручивала как-то немножко боком наверное стала крышка я услышала что начало спускать я быстро открутила и закрутила правильно теперь ничего не спускает потом очень важно хорошо прогладить вот эту сторону да вот где замок у этого вакуумного пакета вот этим утюжком вот вы видели я два раза прошлась плотно потому что если где-то будет неплотно закрыта там конечно же будет спускать вот если все это выполнить то по идее мне кажется до зимы должно хорошо довисеть а сейчас мы протестируем более маленького размера пакет и возьмем для интереса не из этого набора а вот тот который я отдельно покупала такой для курток и там тоже ну так оно показано что две куртки могут войти так что проверим входит или нет смотрите ну вот я беру этот пакет который для куртки как раз по размеру и возьму зимнюю куртку ванину но она взрослая большая он уже такого же размера как папа вот прицепляю ее на внутренний держатель для плечиков но знаете как то у меня ложится не очень там удачно все время пытается соскочить с этого держателя и вот добавляю папину зимнюю куртку пуховик то есть это две объемные зимние куртки но этот пакет как раз на две куртки и ориентирован действительно они туда входят хорошо ну кстати по объему посмотрела эти пакеты такие же как эти белые но вот видите я вешаю на плечики а но там как-то плохо держится и в просто куртки сами лежат в пакете а плечики не опираются на внутренний держатель как я не пыталась поплотнее их туда прицепить но вот теперь я закрываю застежку так вот плотно проглаживая конечно куртки объемные пытаются вырваться вот несколько раз проглаживаю так что прям точно все все там закрылось нигде воздух чтобы не подсасывала и теперь буду накачивать насосы и вот и 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 ну вот смотрите что получилось здесь две куртки вот сбоку они прям хорошие вот так вот висит какой здесь есть момент здесь единственное у меня куртки большие достаточно да мужские пакет 90 сантиметров длиной для них только-только то есть они прямо расположились хорошо но вот есть такой некий момент здесь есть два держателя внутри для крючка плечиков но вот у меня плечики упорно не хотят на них вешаться они вверху как бы застыли выше этих фиксаторов поэтому вот это не очень удобно что здесь ну наверное если две такие на эти куртки небольшие может быть женские или детские вообще хорошо разместиться но вот так видите она держится хорошо и крючок крепкий но у меня есть некие сомнения в плане вот это место долго ли она продержится именно потому что крючок вот такого плечик и таких плечиков не хват не хочет цепляться за внутренний держатель ну просто как-то по высоте неудобно то есть было бы удобнее чтобы это все было где-то вверху вот именно для моих курток для моих плечиков ну а так как пакет хороший вот учитывая те же рекомендации что я для упаковки пальто для себя поняла с вами поделилась здесь тоже самое да тоже хорошо прогладить этот вот место застежки откачать воздух и тщательно проверить ровно крутить колпачок вот этого вот клапана ну и все и чтобы плечики вот эти вот их смотрели в бок крючки чтобы не не было дополнительного давления на сам чехол в общем сейчас я спаку остальные пакеты остальные свои пальто и куртки и покажу вам уже на месте шкафу что же получится думаю в моем видео из организации одежды и с прихожей видели как выглядит наш шкаф для верхней одежды в коридоре где хранится всеми сезонной одежды но или сезонными пока не используем и он прям плотно очень набит и моя цель чтобы с помощью таких пакетов там стану просторнее удобно пользоваться сезонной одеждой так что сейчас все упакуем и покажу вам что получится а вот хочу вам показать результаты фикс прайсовских пакетов я их всех упаковывала по всем технологиям всем показывала вот смотрите этот который фикс прайса с крючком он уже сдулся в смысле опять набрал воздух хотя здесь все плотно было закрыто проглаживаем здесь все плотно закрыто в общем вот этот видите ненадежный он в принципе такой чехольчик хорош но он не даст вам хорошего вакуума будет спускать хотя так как пыли защищает в принципе ну чуть более компактный чем обычный чехол но вот поднабрал воздух хотя и здесь вот прямо это вот вешалочка хорошо держится вот этот пакет из фикс прайса без крючка держит вакуум хорошо его подвесила на вот эту как раз плечики для брючницы вот он хорошо держится но при этом все таки вот именно если у вас будут такие прищепки эти прорезиненные плотные тогда такая конструкция в принципе нет места вы и киевские оказались более таких липкие не держит так что вот эту куртку буду перепаковывать здесь конечно неудобно а вот в такие для курток пакеты я распаковала зимисезонные такие осенне-весенние куртки и они так более тонкие их полупоместилась по 4 прямо как здесь количество вот этих держателей и знаете смотрите вот 4 куртки смотрите как в этом пакете классно висят все в своих отверстиях видите ни один где-то там не болтается вдалеке так что вот такие пакеты очень рекомендую вот так получилось у нас все в шкафу ну такие кошка рябенькие эти пакетики но достаточно узкие вот смотрите помните был весь забит шкаф и вот сколько места освободилось то есть туда сюда еще можно будет кофты повесить ребят чтобы ну которые надевают на прогулку когда прохладно а вот здесь висят все эти пакеты знаете в них одежда еще короче стала вот муховики совсем низко висели а теперь они вот если так посмотреть вот как раз и помещаются надо вот этими контейнерами то есть еще сюда один контейнер поместится хотя вот этот он подлиннее висит чем вот эти вот белые так что белыми во всех отношениях нравится по компактности по грузоподъемности по вместительности вот так что вот так у меня получилось через неделю я проверю сохраняется ли вакуум не отрываются ли вешалки все-таки за неделю обычно хорошо это все показывается так что через неделю покажу что у нас получилось а пока вот так достаточно просторно и мне нравится и вот на полочку тоже прекрасно помешается и место еще есть ну вот я все упаковала и знаете какой вывод я сделала из сравнения вот этих нескольких видов вакуумных пакетах мне больше всего для хранения на штанге все-таки нравятся пакеты с крючком потому что обычные вакуумные с вот этих вот вешалки с прищепками брючной проскальзывают неудобно а из всех вакуумных пакетов крючком не все-таки больше понравились вот эти вот белые все ссылочки будут в описании из-за чего они все хорошо держит воздух все одинаковые вместительности но здесь самое удобное крепление для плечиков вот посмотрите вам поближе еще раз покажу вот видите его можно настроить повернуть в нужную сторону и вот в эти отверстия очень удобно вставляются плечики и не слетают вот этот второй набор там где были крепления для двух плечиков очень низко расположены получились эти крепления и они такие ненадежные и в общем оттуда все время вылетают у меня оба спакованных этих мешка там просто одежда а плечики не опираются на эти держатели поэтому вот не знаю как выдержит вес без такой дополнительной фиксации поэтому этот набор я цены посмотрю и оставлю вам тоже он ну как бы подороже но это набор из четырех остальные наборы по одной штуке поэтому если же делить на четыре там не такая уже большая цена узнаете она того стоит если хочется качественно действительно по 2 объемные зимние вещи упаковать очень советую именно вот этот наборчик ну вот надеюсь это видео было вам полезно вы тоже сможете подумать и выбрать то что для вас удобно желаю вам хорошего дня плодотворной уборки в глобальном расхламлении вашего дома летнего чтобы дом вас радовал что было у вас удобно и просторно буду ждать вас снова до скорых встреч пока пока